А мы вот говорим о том, что надо, я согласен, хоть 2%, хоть 3%, когда есть деньги на то, чтобы народ не вымирал и не уезжал, а то, собственно, армии будет скоро некого защищать, и тогда точно будем сидеть и мечтать, скорее бы война с кем угодно, только чтобы в плен сдаться, или будем тут мелкие конфликты из закистики. Слушайте, Юрий, а вы бы кому сдались в плен из стран? Если бы я, лично я, я никому бы не сдаваться, вы меня извините, мне уже поздно в плен сдаваться. Нет, нет, ну вот, страну сдали бы кому? Никому ни за что, потому что мне не нужен я никому, меня никто брать в плен не будет. Да, спасибо вам большое. Господин министр, а вы служили в советской армии? Да, 2 года. Да? А где? Я был большинство времени в Латвии. Присягу давали? Так, наполовину, можно сказать. Как это? Половина текста только? Да. А как это так? А там никто не слушал. Ну, красный флаг целовали? Нет. После присяги, нет? Нет, вот это я не помню, насчет целования. Но присягу не все прочитал. Но это, конечно, для зрителей и не важно сейчас, но у меня было такое как-то внутреннее убеждение, я не все присягу прочитал. Не все? Не все. Слушайте, а то есть, если начнется война с Россией, вас как дезертира, прости господи, в плен уже не берут в таких случаях, потому что вы нарушили присягу советской армии, а ее наследница российская. Правильно? Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что я себя никогда не считал гражданом России или Советского Союза. Мне никто не спрашивал. Подождите, а паспорт у вас красный, серый, по-моему, не был? Ну, то, что мне паспорт выдавали, это не считается, что я, скажем так, был патриотом Советского Союза. То есть, ну, я не знаю, может быть, некоторым это не понравится, что я говорю, да, но я откровенно могу сказать, я никогда не являлся патриотом Советского Союза, потому что мое государство всегда было Латвия. То есть, если мое государство кто-то от меня отнял, то это уже, ну, что я смогу делать, да, мне как-то жить тоже надо, да, но я не могу уж себя и никогда не считал, скажем так, патриотом Советского Союза. Ну, а если мы говорим насчет денег, вот здесь господин говорил, ну, знаете, ну, я думаю, это такой нулевая, нулевая игра, ну, скажем так, уберем деньги от армии и дам там, скажем так, для больниц, но мы можем так и отнять деньги, скажем так, и у полиции отдать там, для школы и так далее. У полиции, поверьте, брать уже нечего. Всегда найдется. Уже просто нечего. Всегда найдется, да. Уже на сотню, две, три большинство личного состава полиции работает. Нет, но если серьезно, если, скажем так, мини-пацифисты, да, если мини-пацифисты, то я бы хотел сказать, то исходя тоже из административной возможности, если вы посравниваете те планы, которые мы даем для правительства, чтобы, скажем так, рассказать, куда мы эти деньги вкладываем, если мы сравниваем наше милитарное планирование, скажем так, с планами, которые исходят из некоторых других министерств, я здесь не буду критиковать коллег, я бы хотел видеть, если бы у них были бы такие хорошие планы, и они могли знать, как они будут вести реформу в следующие пять или десять лет, тогда они могут эти деньги получить, но в первую очередь, пока получить деньги, мы должны знать, как они будут использоваться. Мы, я думаю, и армия более-менее очень хороший пример. У нас тоже есть свои проблемы, но по сравнению, мы хороший пример. Хороший пример, господин министр, вы первые начали про деньги, я тоже все с сайта Министерства обороны. А я не боюсь, да, давайте. Но это гостайна НАТО, что ли, зарплаты? Потому что вот таким маленьким текстом, ну это хуже фашистов в войну, это слепому человеку читать, но я читаю, как бы тяжело не было. Смотрите зарплаты. Вот, например, Светлана Арасланова работает представителем Министерства обороны и Международной организации, не сказано в какой. В месяц 2882 лата, 80 сантимов. Александр Буцинс, представитель Министерства обороны в Международной организации, 3127 латов ровно. Илона Экмана, тоже представитель Международной организации, 2163. Виктор Иванов, 2669 латов, 90 сантимов. Это все в месяц, это в месяц, в месяц. Могу еще почитать. Касперс Мазитанс, 2595,89 сантимов. Юрис Розе, 2563,37 сантимов. Ну, список длинный, ладно, тут до конца программка. Мы удваиваем бюджет. Вот теперь Арасланова это будет 6 тысяч латов получать в месяц, что ли, вместо трех? То есть, нет. Первую очередь, я думаю, что здесь опять, чтобы не ввести в панику наших зрителей, да. Я не знаю этих коллег, да, но если мы говорим о международных организациях и международных операциях, конечно, если наш солдат, скажем так, новый солдат, который поступает в армию в Латвии, первый год, скажем так, получает там где-то, я не знаю, 400-500 латов, да. Если он уезжает в Афганистан, конечно, он получает там другие деньги. То есть, международные операции или участие там, там уже совсем другие деньги, потому что там совсем другие вещи. Эти люди, скажем так, там отвечают за свою жизнь. То есть, ну, когда они приезжают обратно, у них, наверное, совсем другие зарплаты, да. Если говорить насчет бюджета, если будет 2%, как вы спрашивали, нет. Бюджет, мы можем, в принципе, дать гарантии, что если наш бюджет будет расти по нашему плану, который мы предлагаем правительству и парламенту, мы будем эти деньги не вкладывать, скажем так, какие-то там, скажем так, человеческие факторы, ну, или там в технику, или развитие. То есть, у нас есть рациональная пропорция между тем, что оплачивается для людей, там, зарплаты и так далее, и что уходит, скажем так, для технических нужд. Потому что техника, металл, они очень дорогостоящие. Ой, человек с ником Пасакутейцей сказал, да чего же скучно у вас гост сегодня. А Леонид другую электронку прислал, латвийская армия, это мальчики, которые в детстве не доигрались в войнушку. Сколько людей, столько мнений. Янис из Риги, еще одно мнение по телефону. Правда, Янис, добрый вечер вам. Добрый. Прошу вас, вы уже в эфире. Да, ну, я начну с 90-х годов. Вот, при власти пришли коммунисты те же самые. При коммунизме, при Советском Союзе все время боялись, сейчас война, сейчас нападет, нападет. И Латвия так же сделала, армию сделала. У нас до того маленькое государство, нам нет, даже в этом НАТО нечего воевать даже. Сделали бы границы, и при том еще границы совместные, чтобы деньги столько не тратить. У нас нет денег. А сейчас вот тратим денежки, и сами не знаем почему. Нам, в принципе, не нужна такая армия. Нам нечем воевать даже. У меня, например, родственники, солдатики. Сколько получают, сразу скажите, Янис. Сколько получают? Получают по 3 тысяч лотов? Ну, ладно, они в Афганистан везде ездят. Ну, ну. Ну, вот. Они говорят, как ты не понимаешь, мы защищаем народ в Афганистане. Они там не защищают. Россия, там Советский Союз сбил этих. Сейчас Америка бьют. А толку-то от него. Все равно когда-то уйдет, и то же самое будет. Просто людям делать, деньги некуда девать. Мы сейчас, в принципе, защищаем Америку. Не свои интересы. Мы лезем на другое государство и навязываем другим какие-то чужие правила. Да, я понял вас. Янис, спасибо вам большое за вашу точку зрения. Человек с ником Смайл написал еще одну электронку. Вот вы говорите, что народ и армия едины. Почти как раньше. А ведь как армия и народ могут быть едины, если армия, по сути, наемная? Это профессиональная армия. Это такая же, как работа. Это человек не призывник, для которого долг, вот как вы раньше, там, два года отслужить. Там свое, не свое государство, вопрос другой, но человек по зову сердца. Или то, что было в Латвийской республике, там, в 90-е годы. Обязательная служба. Это наемники. Нет, это не наемники. Я думаю, что мы должны понимать, что динозавры вымерли, потому что ситуация поменялась, а они не могли поменяться. И если мы смотрим на... В первую очередь, я хотел ответить некоторым людям, которые, ну, если не пацифисты, то они улыбаются насчет латвийской армии. Улыбаются. Да, у нас маленькие армии. Но если вы по сравнению положите, скажем так, латвийского солдата, там, американского, китайского, российского, я могу вам гарантировать, что наш ни на один сантиметр не хуже. Один против одного. У нас очень хорошие солдаты. Если по росту всех. Нет, это не по росту. Это по квалитету, по возможности, по качеству. Так что нечего смеяться. Ну, просто в Америке этих солдат сколько? Десятка в тысячу. А у нас 952 в сухопутных войсках. Ну и что? Я же вам говорил на цену, насчет цены. Если вы посмотрите Советские Союзы и Финляндия. В Финляндии тогда жило меньше трех миллионов. Что, Советские Союзы могут победить Финляндию? Не могут, потому что народ знал, с чего они отстаивают. И в этом случае тоже. Но я не могу согласиться с теми людьми, которые говорят, знаете, нам там армии не надо, солдат не надо. Это все там ерунда и чушь. Но если вы так думаете, мне очень жаль вас. Да, мне очень жаль. Потому что если человек не думает сам о своей защите, если человек не думает о своем патриотизме, не любит свое государство, то я думаю, он просто так прожил свое время. Вот мне кажется, что вы сейчас, может я не прав, занимаетесь подменой понятий. Любовь к стране, к родине, к государству и желание отдать жизнь в критический момент. Нет, сохранить жизнь. Лучше сохранить. Не то же самое, что 3000 латов у военного аташе такого или другого. Но не то же самое. Нет, это то же самое. Потому что вы сами понимаете, что если человек служит в Афганистане, или человек служит в командировке, он получает совсем другие деньги. Так что я думаю, что сравнивать такие деньги, там 3000 или там пенсионер 150, это в принципе популизм. Ну как популизм? Популизм, потому что все... Ну а почему вот это самое, как ее зовут? А Расланова, например, лучше, чем бабушка Мария Ивановна, которая получает 120 латов. Она не лучше. Честно отработала. Нет, она не лучше. И, между прочим, платила налоги в то время, когда высшее образование было бесплатным. Да, она не лучше. Но что вы хотели? Чтобы те люди, которых мы посылали в Афганистан, за даром там служили? А может вообще не посылать в Афганистан? Не посылать? А что делать тогда? Больницы строить здесь? Пособие платить? Нет, вы понимаете, мы не можем строить больницы. Промышленность развивать. Мы должны все делать. Мы не можем только кушать. Мы должны спортом тоже заниматься, если мы говорим о человеке. То есть, если мы хотим сказать, что если мы закроем сейчас армию, и сейчас мы будем все довольны, потому что нам будет хватать деньги для всего другого, я очень извиняюсь, это не будет. Один милитарный теоретик сказал... Вы не правы. Скажите, пожалуйста, что... Я закончу, извиняюсь. Да, да. Один милитарный теоретик сказал, что он никогда в истории человечества не видел, что такие государства, которые были богатые, маленькие и без армии, и которые проживали у больших государств, в которых очень много оружия, они прожили очень долгое время. Я бы хотел видеть, чтобы мое государство, в котором я живу, прожило как можно побольше и, конечно, лучше прожило. Я не хочу тратить лишние деньги на латвийскую армию, но я считаю, что без армии мне обойтись тоже не можем. Подождите, скажите, Исландия, она что, дефективная страна? Какая-то страна отсталых людей, недалеких? Нет, очень хорошие люди там живут. Член НАТО? Да. Сколько человек в армии Исландии? В Исландии армии нету. Не одного? В Исландии живут 200 тысяч людей, но у них другая география. Если бы наша география была там, где и в Исландии, я бы тоже три раза подсчитал, надо ли нам армии или нет. Не надо. Тем более у Исландии есть гарантии и канадские, и американские, потому что эта географическая зона для них нужна. Слушайте, предлагал Борис Николаевич Ельцин, царствие небесное, гарантии безопасности, демократический лидер, признавший независимость Латвии, очень много сделавший, получив орден трех звезд латвийский. Предлагал он гарантии безопасности в середине 90-х. Почему Латвия отказался? И никакая бы страшная Россия не напала бы? Ну, наверное, не поверили. Ельцину? Поверили, когда он за независимость был, и не поверили, когда предлагал добрую волю, что мы на вас не нападем? В демократическом государстве. Ну, сейчас Россия тоже говорит, что она на нас не нападет. А вы боитесь России сейчас? И я верю. Но, скажем так, если мы смотрим на российскую страну, я не понимаю, например, почему с одной стороны Россия говорит о стратегическом партнерстве, с НАТО, и говорит, что мы хотим там доверия, а тем более она развивает там ракеты СС-400 в бывшем Кенигсбергском области, в Калининграде, или там еще где-то. Ну, так разве Запад хочет на Россию напасть? Кто мне может ответить на этот вопрос? Россия защищает так же территорию, как вот... Ну, так от кого? От Латвии? Что мы будем нападать на Россию? А почему? Как раз развертывание на западном участке. Слушайте, Вайра Вики Фрейберга, будучи президентом, как-то сказала, вдруг марсиане нападут. Разделяйте точку зрения тогдашнего президента? Помните эту цитату? Вы были министром астронных дел тогда. Ну, мы здесь можем пошутить, конечно, да, но откровенно говоря, если мы читаем тоже в интернете, мы иногда слышим такие вопросы, что вот если придет день, когда какая-то другая цивилизация будет у нашего порога, у нас мышление изменится. Роберт из Елгова, звонок нашего зрителя.